1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. В городе пройдет 4 средника и 3 субботника. В них примут участие не только городские коммунальные службы, но и работники предприятий Самары, студенты вузов и СУЗов, управляющие компанией и ТСЖ. Весь необходимый для уборки инвентарь готов. Для приведения города в порядок после зимы будет привлечена дополнительная техника. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. И конечно виды работы будут зависеть в том числе от погоды. Мы понимаем, что первая неделя это в основном выращение снега, потом это подбор вытывшего мусора, подметание, помывка улиц, восстановление малых архитектурных форм, восстановление вскрытий, которые оборудованы на время зимнего периода, озеленение, восстановление наших ограждений, которые пострадали у нас зимой, это очистка наших столбов, опора освещения, опора ТТУ, посадка новых деревьев, посадка цветов и многое-многое другое. Без внимания не останется ни одна улица, ни один двор. Также приведут в порядок скверы, парки, набережную, уборка речных берегов под особым контролем. Важно провести сбор мусора до наступления паводка, чтобы он не попал в воду. К большому сожалению, сегодня в Волгу довели такое состояние, что у нас программа по спасению. И здесь мы проводим мероприятия высокотехнологичные, высокозатратные. Это и по очистке той воды, которую мы забираем, в дальнейшем она идет пить, как питьевая. То есть снижение хлорирования, попадание хлора, дальше вопрос ионизации и многого другого. И самое главное, мы достигли высоких технологий по очистке. То есть по большому счету, если брать ту воду, которую мы берем с Волги, и ту, которая от нас выходит, она в разы становится чище. Вдоль Волги расположены 11 регионов, 3 республики. Важно провести расчистку берегов одновременно, совместными усилиями. Для этого самарские депутаты координируют действия с коллегами из других регионов. Особое внимание во время уборки города – традиционное место проведения Парада Победы 9 мая. А также фестивали «Российская студенческая весна», который в этом году пройдет в Самаре. В этом месте очистить город от последствий зимы помогут молодые парламентарии. В целом все эти мероприятия приводят город, наш шикарный город, в еще более эстетический вид. А в этом году у нас еще и такое крупное мероприятие, как «Всероссийская студенческая весна», «Юбилейная студенческая весна», когда к нам приедет множество гостей. Мы хотим, чтобы город к этому был, конечно же, готов. Сейчас идет переоборудование городской уборочной техники зимнего содержания на летнее. Смотр пройдет 21 апреля. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Крутишь.